Я сказал президент, то правильно, а президента надо слухать. Значит, пара Порошенко до побачения, Виктор Федорович до свидос, Ющенко чао-какао. Это я думал, что Юлька президентом будет. А это я хотел помещение под качалку сдавать. Так, теперь девочки, мои девочки, и Руська, моя дочурка, моё сонечко, моя ластевочка держаться. Так, и сынуля, сынуля. Иван Кондратевич, до вас жінка. Что, жінка, чекай, не пускай, чекай, не пускай. Байстрючочок, куди ж тебе, дети? Ванечка, Ванечка, любить. Привет. Привет. Ванечка, такие новини, такие новини. Донька наша, Ірочка, хлопця, собі такого гарного знайшла. Нарешті, ой, сердечко успокоиться мое. А шо ж я розказую зараз? Вони самі прийдуть, і в тебе благословіння хочуть носить. Ось, 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 діточки. Добрий день, тато. Благословіть наш шлюб. Шо, Ванечка, шо це ти? Я не зрозуміла, нічого не кажеш. Ти скажи, шо та... Шо... Діти мои. О, ви нас благословляєте, тато? Та не, поки констатирую. Ага, Ванечка, шося, не розумію. Ти наче не радий, чи шо? Ти ж подивись, які вони гарненькі оба. Які в них діточки будуть, а у нас онуки, а? А в тому-то і діло, шо представляю, понимаєш? А? О, а я вас знаю. Моя мамка у вас 20 років назад секретаршою працювала. О, Вєра. Та. Чорнява така, да? Та, да. Така, пішне форма. Та. А ні, не знаю така. Не знаю. Ну, конечно, ви ж 20 років назад її уволили. А тобі зараз сіке? 20 років. Ти диви, яке совпадіння. А, совпадіння. Чуєте, можна ми 5 секунд з дядьком побалахаєм? Залиште нас. Так, конечно, посподобався. Чуєш? А де зараз мамка? Опаздує десь. Опаздує, вона завжди опаздувала. Вона чуть опоздала. Я чуть поспішив. А? Так воно і вийшло все. Що там? Це, дівчата, а можете нас на 5 хвилин залишити? Один на один. Так, звичайно. Ми з Іринкою підемо за Тамаду домовлятися. А то у нашого ж Степанича весь серпень вже розписан. За поями. Ми пішли. Чуєш? Як те звуть? Вовчик. Вовчик. А ну сідай, побалакаєм з тобою. Вовчик. Чуєш? А ти взагалі знаєш, що твій батько? Ну, зі слів мамки, мій батько перший український космонавт. А ти знаєш, що перший український космонавт Каденюк? Так ви ж не дослухали. Перший український космонавт Каденюк, а мій батько перший український космонавт Мудак. Може, мамка трохи прибрехує? Ні, може трохи прибрехує, але в паспорті є записано як Володимир Мудакович. Ні, ну ти менше мамку слухає. Знаєш, як воно там, в принципі, то буває. Може, той космонавт один раз на місяць пів своєї зарплати з орбіти висилає? Ти не думав, ні? А минулого тижня мішок картошки прислав? З Марсу. Така скотина була, представляєте? За всю життя, який один раз подарок подарив. Дерев'яного коня. І то на 18-леті. Ну, з космоса посилки довго йдуть. Кстати, мені ваша дочка казала, що вона є такий самий кінь був, а потім кудись пропав. Вовсім, що б ви не казали, мій батько, настоящий козел. Согласен. Скотина. Імеєш право. Ось так би щас, якби його зустріли, так взяв би його. Тих, тих, тих. Козла достатньо, повірю. Благословляєте нас. Чуєш, я тобі як мужик мужику скажу, ну не надо, Ірка, тобі. Чого? Ну слухи по селу ходять, що вона гуляща. Та не ходять ніякі слухи, що вона. Ну так завтра підуть. Ти просто її не знаєш. От ти чув, що жінка повинна бути на кухні хозяйка, в гостях королєва, а в постілі простітутка. Чув. Так моя Ірка ввізде простітутка. І на кухні в гостях тут постійно. Так ми ж і на кухні в гостях і познакомились. Ну так а я тобі прошу. В общем, що б ви не казали, ми будем любити друг друга до старості. Все. Ксатя, ти знаєш, яка вона стара буде некрасива? Яка? Хочеш її фотку в фейс-ап ставим? Давайте. Вон, диви, птічка. Де? Диви, яка мерзота. Ну знаєте що, у Вірки все-таки більше плюсів. А дійсно, що це я тебе відговарюю? Звісно, в неї є багато плюсів. Вона в мене розумна. В школу любила ходити. Що 15 років ходила. А як вона плаває, слухай. Як русалонька. Ну воно і понятно, в неї ж пальці на ногах зрощається. А ми їх з мамкою її не розліпляли. А що їх розліплять, якщо їх по три пальці на ногі? Смисел. Слухайте, не відговарюйте мене. Ми вже все, зірко, рішив. Ладно. Підемо тоді з іншого боку. Іруся! Дочурік мій, йди сюди. Ти що, сістало, тату? Що іш, донечка? Коротше, дуже довго об'ясняють. Ви не можете бути разом. Ви не можете грати свадьбу. Тато. Шо? Так а чим вам вже воучик не угодів? Тато, він такий гарний хлопець. Він школу закінчив невідмінно. В кімо поступив. Чотири мови знає, тату. Ну так, а я тобі про що? Тобі просто ні про що не буде з ним розмовляти. Дебілонька моя. А що це дебілонька? Тому що ти до 15 років думала, що окуліс, то врач, який акул лечить. Тато, ви теж так думали? Ну я за нього заміж не виходжу. Хіба я міг подумати, що твої слова хочу братика, боженька по-іншому вас прем'є? В смислі. В смислі. В коромислі. Іди гуляй. Дай нам ще 5 хвилин. Чуєш? Малий, іди сюди. А ти чув, що всі люди на землі – браті і сестри? Ну чув. А чув, що іноді прям сильно браті і сестри? Ну звичайно. А чув, що іноді прям браті і сестри не буває. Ну чув. Я тобі хочу сказати одну правду. Я не космонавт. Ну давай, голова сільради. Мій батько космонавт. Тупати моя кровінушка. П'ятий ти мій алімент. Хватить космосі літати. Я твій батько. Люк. Що? Вовчик, Вовчик. О, Вера. О, мамка прийшла. Приперлася. Привіт, Вера. Привіт. Що, в цей раз не опоздала? Цей раз вовремя. Угу. Чуєш? Що? Може ти об'ясниш, що їм не можна свадьбу грати? А я об'ясню. А ти об'ясни. А я об'ясню. А я об'ясню. Я вже не можу розмовляти. Давай, давай, давай. Справжди, батько Вовчика. Супай. Наш комбайнер Коля. А ти знову вовремя, да? Чуєте? Так це щастя тояке. Представляєш, в одну секунду сина потеряв. І зятя знайшов. Що? Ідіть, короче, готуйтеся до свадьби. Все, давайте, шуруйте. Так, фу. Сім є, сім розібралися. Тепер залишилося розібратися з командіровкою в Армінію. С недавних пор в Украине появилась полиция диалога. Ну, это такие полицейские, которые при помощи слов могут решить любой конфликт между людьми. Непонятно, да? Ну, как бы вам объяснить? Знаете, когда в детстве во дворе кто-то дрался, сбоку стоял мальчишка, который держал куртки и говорил, «Ребят, может, не надо, а?» Ну, че вы, ребят, ну, может, не надо? В общем, если вдруг вам нужно с кем-то поговорить, вы теперь точно знаете, к кому обратиться. Итак, 8 марта. Женщине срочно нужно выговориться. Извините, у вас просто открыто было. Я зашел. Полиция диалога вызывали? А, да, полиция диалога, я вас вызывала. Хорошо, что вы пришли. Какой хорошенький. Садитесь, присаживайтесь, полиция диалога, да. Ну, хорошо, что будем пить. Водку, коньяк. Извините, я на работе, я не пью. А так у нас с вами не получится диалог, полиция диалога. Женщина, объясните, что происходит? А вот именно, что происходит? Я это у вас хотела спросить. Что происходит с моей жизнью вообще? Почему? Все летит к чертям. Успокойтесь. Вы зачем вызывали полицию диалогов? Мы просто занимаемся только острыми ситуациями. Интересно. 8 марта, я здесь одна, сижу, пью в одиночестве. Меня бросил мужчина. Какая ситуация может быть острее? У вас есть штопор? Нет. А почему вы приходите до задания неподготовленной? Штопор не входит в мои обязанности. А что входит? Наша основная задача слушать. О, слушать. Ну, тогда вы сегодня сорвали джекпот. Хорошо. Значит, слушайте. Маринка, стерва, подружка моя лучшая, мужика у меня увела. Да, некрасиво вышло. Конечно, некрасиво. Ну, с одной стороны, ее можно понять, это ее муж. Но, с другой стороны, он ко мне еще вернется. А знаете, почему? Почему? Он у меня кое-что забыл. Что? Шикарный секс. Показайте. Так, ничего показывать не надо. Мы полиция диалогов. Мы занимаемся острыми ситуациями. Если человек, к примеру, подвергается насилию. А если человек нуждается в насилии, вы занимаетесь такой насилию? Все, спасибо большое. Подождите, ну что вы. На самом деле, ну все, я больше так не буду себя плохо вести. Вы знаете, а может мне просто выйти замуж? Тем более, мне давно предлагают. Хорошо. Кто предлагает? Мама. Мама давно предлагает. Я, пожалуй, пойду, тем более, все, что здесь происходит, не в моей компетенции. Простите. Подождите, а угроза жизни вашей компетенции? Ну, конечно. Да? Ну, тогда я сейчас буду резать вены. Вот, смотрите, пожалуйста, вот видите, острый нож. Вот, пожалуйста, я режу. Черт, ничего не получается, потому что у меня дома даже некому наточить ножи. До свидания. Подождите, если вы уйдете, я съем вот этот торт. И что? Что значит что? О, в моем возрасте плюс 4 килограмма, это самоубийство. Приятного аппетита. Подождите. Ну, тогда я выброшусь в окно. С первого этажа. Блин, а у вас какой? Я живу на девятом. О, прекрасно. Поехали к вам, я у вас выброшусь. Мы никуда ехать не будем, никуда мы ехать не будем. Что это? Капец. Пока я тут с вами фигней страдаю, в вашем доме мужчина реально хочет выброситься из окна. Мне нужно к нему срочно. А, да? А мужчина холостой? Откуда я знаю? Ну, если холостой, то скажите, пусть прыгает ко мне. Я передам, все. Ух ты. Смотрите-ка, а уже никто никуда не спешит, да? Полиция диалога. Садимся, продолжаем разговор. Так, ну скажите, что вы там? Давайте поработаем. Вы заявление принимаете? Принимаем, давайте. Ну тогда я хочу заявить, что мои весы врут. Такие не принимают. Хорошо, другое. Другое пишите. Пишите. Все полицейские козлы. Потому что я из-за вас в парке нормально гулять не могу. Слушайте, полицейские при чем здесь? Да как-то при чем? Зачем вы арестовали того извращенца? Теперь в этих прогулках никакого смысла. И никакого удовольствия. Вот так. А что это у вас за дефект на безымянном пальце? Где? Ну вот. А, это обручалка, я женат. Ну и когда вы собираетесь ей рассказать? Что рассказать? Ну как, что? О нас? Так ничего ж не было. Ну так давайте сделаем, чтобы было. Женщина, я женат. Говорю, обручалка. Вот видите? Ммм, как скучно. Да, мне говорили, что новая полиция не что-то старая, а я не верила. Можете идти, вы свободны. Слушайте, ну зачем вы так о нас, а? Вы думаете, мы ни на что не способны? Ну а что, на что вы способны? Я вам сейчас докажу обратное. Вот у вас проблема из-за того, что вас бросил ваш мужчина. Так. Так вот, я вам помогу его вернуть. А интересно как? Вот возьмите ваш телефон. Ну? Наберите его. Кого? Этого урода? Пожалуйста, наберите его. Я помогу вам настроить диалог. Только начните его как можно мягче и ненавязчиво. Алло. Привет, козел. Что, думал я буду плакать? Офигушки. Я нашла себе нового мужика. Понятно? В сто раз лучше тебя. Да, да. А ты думал, что буду горевать. Настраивайте диалог, пожалуйста. Алло. Вы пять минут назад познакомились только. Да. И у нас уже все было, представляешь. А ты думал, только с тобой все спят на первом свидании. Как было? Было отлично. Я вообще поняла, что у меня все эти пять лет с тобой ничего не было. Так что кусай себе локти, потому что мне есть теперь кого кусать в постели, да? У вас отлично получается. Продолжайте. Алло. Я не любовник. Я полицейский. Вы неправильно... Понятно? Понятно тебе? Полицейский. Так что своих братков можешь сюда не привозить. А приедешь, он тебе ноги прострелит. И тебе и им из этого оружия, как его... Огнестрельного. Огнестрельного. И пока вы будете истекать кровью, я буду из нее рисовать сердце, которое ты мне разбил. Козел. Урод. Послушайте. Полиция Диалога. Да вы прекрасно работаете. Спасибо. А я даже не думала. Вы меня не разочаровали, Полиция Диалога. Я могу уйти, да? Нет, нет. Вы вызывайте подмогу. Зачем подмогу? Ну как зачем? У меня куча подружек разведенных. Сейчас они приедут. Подмогу вызывайте. Вы один не справитесь. Я женат. Ничего страшного. Я обручал. Я женат. Посмотрите. Ну что ж, мы продолжаем. И в вечернем квартале наша постоянная и, надеюсь, ваша любимая рубрика «Встречи со звездой» на стрэпском телевидении. Встречайте ее постоянный ведущий Тринко Бринчич. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие теленоблюдашники. В эфире музыкальная децибельная программа «Ленаврально звездой» и ведущая Тринко Бринчич. Аплодушки. Наша программушка такой длинный час не мозолила ваши глупоглазы, что я даже пару раз преуспел вскучнуть. Чешется запросить вас на многократную извинячку за такой простой. В мене была мощная, уважачна причина. Мне было до падлы работать, я был на речке и пинал буи. Да. А сразу давайте мощными рукохлопами взбудоражим себя, то запросим на сцену нашу звезданутую приблуду. Зустречайте, сладко лица, горло дралица, Злата Огневич! Добрый очковый вечерочек, Злата. Дозвольте лобизнуть вам кобырячку. Беляш кушали, да? Окей, добрый. Вместе с вами. Да. Парканите Кардашьян, погоняем балаболы. Значит, сразу чешется распитать, чемаете вы ухажерца, чем лохматите с хохальком, чем отросите по кобыльках. Я все поняла. Маю. Маю ухажерца. Добрый. Я просто имел хотелку запредложить вам мутануть по беспределу с сербским ловелазом. С вами? Ясный штрих, что со мной, конечно. Иначе кличут сербский бредписич. Да, оп, ладушки, эй, эй. Да. Нажаль, я кто чешет нас в сербии не с нашей пружкой. До слова Злата Огневич, что сильно схожи на сербское имидж. Как-то фамилию, вы не сербка? Злата Огневич, это мой творческий псевдоним. То-то так накорябано в паспортишке, правда? Уже да. Доброе. Ну тогда чешется вам поведать, что вы шишечку притупили, бо у нас в сербии маются больше милозвучные погоняльца. Давайте так, я вам запредложу двойку-тройку погремух. Может, кто из них вам будет мощней до сердца, неж Злата Огневич. Доброе? Доброе, доброе. Шишкоторчич. Нет? Дыркозубич. Нет. Бутафорич. Нет. Бракобесич. Шкодафабич. Мантучешич. Мазафакич. Легкоздобыч. Нет? Нет, 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 нет. Просто Злата Огневич, доброе. Як нас забыл оболит на нечь и судильки. Нечь, азрас в нас рекламованный перекурчик. Головным баблометателем нашей программушки есть элитная наливайка «Бухарест». Наливайка «Бухарест» только элитный алкогольный намешалки. Красновато Мэри, пена с коладой, штрик на пляже. Наливайка «Бухарест», уподобься свиноматке. Наш постоянный партнер – Европейское работодательное агентство. Задолбало нищебродить в Сербии, мотнись в Европу. Европейское работодательное агентство. Тереби клубничку в Польше. Возводи халабулы, полоскай хрича в Италии. О, плодушки! Возьмёмся до златы, перекинёмся до наступной темки. Звезданутые ногодрыжества. Это что такое? Это по-вашему «Танцы с зерками» проекта. Звездопляски по-нашему. Не секретит, что звезданутые плясуны не противятся подёргать партнёрца за гормон. Так сказать, поделозить за паркетом. Славнозвестный страну-лаз и мироблуд Дима Комаров даже обженился на своей партнерке и израз официально жалит мисс Украина. А то и ваш партнерец Женька Жук, то есть мощно липовидный ногодрык. А был промеж вами искромёт? Давайте по чесноку. Жучились с жучком? Ну, конечно, вы хотите услышать ответ «да». Но я люблю бабочек больше, чем жучков. Чем жучков боюсь. А Женька с чатой Жук, да. Такая вы прошёлка. А че не чешется вам светануть табличкой в киношке? Например, разве сданутый рэп-мютный словомёт «Потап» разом с гномовидным шапконосом «Монатиком»? Светанули хлеборезки в скаженном веселье? Дедовидный горлопан Дзидзё нахлобучил глядача на контрабас? Даже Олька Полячиха в свингернутом фильме «Це» раздвигала шлёпки. Чего вы поджидаете? Я уже согласна. Да. Доброе. А для того, чтобы мы дальше могли в нашей программушке гонять балабула, я кину благодарку нашим спонсорованным деньгодавцам. Программушка «Уральна звезда» кланяется в чресла минеральной помогалки для растений «Катяшок». Взбодри урожай, разбросай «Катяшок». А також мы отбиваем поклон кремовидной харе-втиралке для женщин «Надежда». Чешется мужичка? Натрись надеждой. Ще один наш баблометач – сетчатка белградских ресторанов едало. Будешь в Белграде – заедь в едало. Доброе. Ще болтается запыташка до вашего песня «Медства». Какие планы мотаются на вашем передке? Самые лучшие творческие планы у меня выйдет видео, новый альбом, тур Украиною, який называется «Чекай». Ну, то долгосрачный перспектив, а в близкосрачном что? Дорогие мужички и томатки, облазайте кнешлеплёсками для вас горланит Златан Ибрагимович, тоха-катайка. Повстречайте лукохропами Злата Огневич! За 20 минут можно сделать многое. Потап, например, может написать новый хит, Ира Билык может развестись, а потом обратно выйти замуж, а Виталий Кличко с легкостью составит сложно сочиненное предложение. А услуга экспресс-стирки обещает за 20 минут отстирать абсолютно любую вещь. Итак, представьте, в одном из киевских отделений экспресс-стирки. Здравствуйте! Это у вас тут экспресс-чистка? О, здрасте! А я вас узнал, вы же этот… Да-да-да, это я, Юрий Горбунов. Горбунов, Горбунов. Послушайте, у меня проблема. У меня через час прямой эфир, а мне здесь на пиджак птичка какнуло. Птичка какнула? Да вы не волнуйтесь. У нас экспресс-чистка. 20 минут, и это маленькое серое пятнышко мы отстираем. Вы не поняли. Серое – это цвет пиджака. Отстирать надо белое. О, господи! Что вы сделали этой птице? Это ее гнездо ваша жена на голове носила. Очень смешно. Извините. Пожалуйста, мне сейчас не до смеха. Пожалуйста, быстрее. Да-да-да, все, я кладу, кладу. Сейчас вот уже замачивается уже все. Все нормально. Ну, что вы смотрите? Включайте. А, я вам не сказал. Дело в том, что тут минимальная загрузка аппарата 5 килограмм. Он просто не включится. Ну, и что делать? Ну, что вы? Подождем. Сейчас кто-то из клиентов еще придет, вещей принесет. Докинем их. Я включу и… Что, с ума сошли или что? Я вам говорю, у меня через час прямой эфир. Пожалуйста, быстрее. Ну, снимайте рубашку. Канал у меня чистый. Ну, сходите домой, принесите грязную. Я подожду, в принципе, у меня полно времени. Юлки-палки. Юлки-палки. Давайте, давайте. Я пока еще не запустил. Давайте. Снимайте, снимайте, снимайте. Быстрее. Да. Да. Давайте, давайте. Ага. Вот. Есть. Ну, не хватает. Ну, брюки я точно снимать не буду, даже и не думайте. Там мне вообще все равно, у вас же прямой эфир. Пани Тапанове, в центру Киева, в прямом эфире. Так, все, спокойно, я понял. Давайте, 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 заходите сюда, снимайте. Блин. Давайте, давайте. И туфли, туфли тоже все, давайте, я кладу, давайте. Все, есть. Что, что, снимайте. Подштаники тоже снимайте. Я что у вас? В одних трусах тут стоять буду. Ну, не знаю, если вы одни трусы надевали, то будете в одних. Так, давайте. Носки тоже снимайте, снимайте, все, снимайте, все. Давайте, давайте, кидайте. Туфли, давайте, все, нет времени ждать, у вас прямой эфир через полчаса. Ну? Два с половиной килограмма еще нужно. Подождем. Кидайте свои вещи. Что вы смотрите на меня? Снимайте свои вещи и бросайте. Они у меня чистые, смысл, я же не понимаю. Что вы, что вы сделали? Снимайте быстрее, я за все заплачу, быстрее. Только, конечно, заплатите. Снимайте, бросайте свои вещи. Вы предупредили меня, что ли? Экспресс-чистка. Капец. 20 минут. 20 минут. Экспресс-чистка, да. Давайте быстрее. Так я же не знал, что вы будете на меня закидывать все это. Топки, палки. Тоже мне ведущий. Экспресс-чистка. 20 минут, и у вас все будет в порядке. Да, все будет в порядке. Ну? Хватает? 80 грамм не хватает. Ну, я же говорил. Так вот, почему вы, Горбунов? Я извиняюсь, вы можете на меня не смотреть? Да-да, ну просто. 19 минут осталось. Что будем делать? В смысле? Ну, чем займемся? Надеюсь, ничем. Ну, может, мы с вами как-то... Не может. Вы нервничаете? Да. Это потому, что рядом голый мужчина? Да нет. То есть, для вас голый мужчина рядом, это нормально, да? Послушайте, я нервничаю, потому что у меня через час прямой эфир, а я стою здесь голый. Ну, это же лучше, чем там стоять голым, правильно? Послушайте, я вас очень прошу, давайте просто постоим и помолчим. Да-да, конечно, не вопрос. Как там, Катя? Нормально, Катя, не жалуется. Странно. Что? Нет, вы не поняли. Я имею в виду, странно, мне говорили, что на канале Коломойского одни евреи работают. Что за глупости? Не, ну теперь-то я вижу, что врут. Послушайте, я прошу вас как мужчина мужчину, перестаньте меня рассматривать. Да я вас не рассматривал как мужчину, у меня вообще-то девушка есть. Ну вот и прекрасно, давайте отвернемся. Давайте. Что вы за мной повернулись? А, в разные стороны? Ну, конечно. Я не понял просто, извините, да. Так а вы что за мной повернулись? Потому что я не успел развернуться. Ну так разворачивайтесь, что в самом деле. Да не трогайте меня руками. Да не трогаю я вас, Господи. Я просто имел в виду, вы туда, я сюда. Давайте без ваших туда-сюда. Блин. Что? Мы можем с вами местами поменяться? В смысле? У вас витрина прозрачная, на меня люди пялятся. Возьмите, прикройтесь. Что вы делаете? Спина зачесалась просто, извините. Сводит немного. Вы можете почесать меня просто, я не могу. Вот здесь вот, не дотягиваюсь, вот здесь почешите. Да вот, нет, чуть-чуть вверх, вверх чуть-чуть. Да нет, отсюда, левее чуть вверх. Нет, ниже, ниже. Юр, ну просто держите руку, я просто сам буду. Держите руку просто. Как вы думаете, меня с такой пластикой взяли бы в танцы со звездами? Да прекратите вы, в конце концов. Ну что же это такое? Извините. Привет всем подписчикам моего видеоблога. Это программа «Голые и смешные». Сегодня у вас в гостях известный телеведущий «Голос Акраины» «Танцы с зерками» и шоу Юры. И сейчас мы с вами увидим шоу Юры. Ну что вы делаете? Ну заберите телефон. Ну что вы как ребенок. Хорошо все, все, простите. Я понятно, я понятно говорю? Все. Не понял. Здрасте. Это экспресс-чистка. Мы из коллекторской фирмы. У вас просрочен кредит на стиральную технику. Мы ее изымаем. Э, подождите, подождите. Что вы делаете? Там мои вещи. Подождите, подождите, подождите. Да. А, уже проплатили. Несите обратно. Ну аккуратно, пожалуйста. Тут опять килограмм стирается. Аккуратно. Все, все, все. Все, уходим, уходим. И смотрите мне. Еще раз просрочите. Оставлю вас без... Вот так и оставлю. Понятно? Пошли. До свидания. Ну ответьте уже. Так это не у меня. Это у вас, наверное. Алло. О нет, вот сейчас мне не совсем удобно разговаривать. Что? Провести свадьбу? Конечно, удобно, говорите. Да, да, да. Говорите, я все, я постараюсь. Нет, мне это надо... Ручка есть. Ручка? Ручку. Сейчас, секунду. Да, 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 сейчас, секундочку. Да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Одну секунду. Возьмите. Так, записываю, диктуйте. Куда писать? Сюда, давай. Кафе Кипарис. Кипарис. 19.00. Да, все, буду. Спасибо большое. Да, 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 обязательно. Спасибо. О, ты господи. Кто-то идет, елки. Здравствуйте. А я за платьем своим пришла. Почистили уже? Здрасте. Ой, Юра, привет. А что ты здесь делаешь? Так, птичка на пиджак какнула, а я, знаешь, тут пять килограмм, ну, снял трусы. Ну, я сейчас быстро, это двадцать минут, минуты. Ясно. Катя знает? Да нет, при чем здесь Катя? Я говорю, что птичка на пиджак какнула, а я смотрю экспресс. Ну, да, да, да. Ну, и я, птичка на пиджак. Ну, Юр, я не понимаю, как тебя ведущим заказывают? Ты же двух слов связать не можешь. Нет, Леночка, ты меня неправильно поняла. Да я все правильно поняла, Юра. Я теперь понимаю, как у вас кастинги, ваши талант-шоу проходят, как там побеждают люди. Я все поняла. Я за платьем в следующий раз иду. До свидания. Наконец-то. Достиралось? Нет. Свет выключили. Нет. О, Господи. Ну, зачем я пришел в вашу долбаную экспресс-тишку? Юрий. О, Господи. Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я прошу вас. Десять минут эфир, да, я понимаю. Да у меня через десять минут эфир, что мне ваши десять минут. Послушайте, послушайте. Я вспомнил, у нас там в подсобке есть костюм. Костюм, его месяц назад принесли, постирали и не забрали. Пойдемте, я вам его покажу. Пойдемте, давайте, берите, берите, пошлите, пошлите, быстренько за мной. За мной, короткими перебежками. Давайте, давайте, коротенькими. Ага. Пойдемте, берите, 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 берите. С центром Киева. Интересный факт. Соседи доктора Комаровского боятся громко заниматься сексом, чтобы не услышать его рекомендаций. А, вообще, знаете, доктор Комаровский стал в последнее время очень популярным. Настолько, что у него даже появились подражатели. Итак, мы представляем вашему вниманию наш политический вариант школы доктора Комаровского. Школа доктора Коломойского. Смотрим. А в эфире вечерняя школа доктора Коломойского. Здрасте. Здрасте. Я вижу в ваших глазах немой вопрос. Шо я за доктор? Объясняю. Я доктор-олигархолог. Или, чтоб вам было более понятно, обманутый марионеткой в клач. В нашу программу приходит очень много писем. И, поверьте мне, ни один ваш вопрос не останется без вопросов. Да, такая фишка нашей программы. Мы отвечаем вопросом на вопрос. Ну что ж, посмотрим. Пишет нам Николай Тищенко. Здрасте. Здрасте, Николай. У меня проблема. Я Николай Тищенко. Ну что я могу сказать? Случай редкий. Я бы даже сказал сказочный. Так вот, уважаемый Николай. Могу продать вам бесплатный совет. Пейте почаще за шквара понижающая. Потому что хоть тогда у вас рот хоть чем-то будет занят. А у нас реклама. С утра болит голова, мучает похмелье. Выход есть. Петя, просто не выходи на работу. Ну что ж, мы продолжаем. В прошлой нашей программе я рассказывал вам, как правильно ставить банки, чтобы их не приватизировали. А сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами рассмотрели хронические политические болезни. Такие, например, как гонтеревматизм. Ну это каданоид в районе Лондона по поводу Жения в районе Киева. Занятие киванизмом. Ну тут все понятно. Все как у подростков. Только на людях и во время работы. Еще одна очень коварная политическая болезнь – это овавка. Если вы проснулись утром, почувствовали тяжесть в руках, присмотритесь. Может быть у вас в руках наградной пистолет. Это и есть первый признак овавки. Некоторые считают, что овавку можно побороть с зеленкой. Но так, как показывает последний год при зеленке, овавка только растет. Ну, раз уж мы вспомнили о зеленке, я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя. Человеку, которому я пытался пришить свой орган, но Богдан так и не прижился. Мой хороший друг, хоть он это и отрицает. А с недавнего времени еще и президент моей страны. Что значит «ваши»? Владимир Зеленский. Шучу, шучу. Здрасте, Игорь Валерьевич. Можно? Здрасте. А что это вы целый год не спрашивали, можно или не можно, а сейчас начнем? Присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Игорь Валерьевич, раз уж вы тут шутите, хотите последний анекдот? Давай. Встречаются как-то украинец, швейцарец и еврей. И? И оказалось, что все это Коломойский. Смешно, смешно. Смешно, да. Игорь Валерьевич, я беру меня к вам вопрос. Да. Зачем вы меня пригласили сюда? Смотрите, доктор мне не нужен, у меня проблем нет. Владимир, просто я такой доктор, что я вызываю людей, когда проблемы у меня. Ну да. И какие у вас проблемы? А типа ты не знаешь, да? Я не знаю. Я хоть и доктор, но мое состояние постоянно ухудшается. Уже меньше миллиарда. А я хочу, чтобы у меня было как в твоих этих видосиках. 36,6. Ну, Игорь Валерьевич, извините, с этим я вам точно не помогу. Да. Не такого президентом выбирали. Кто это вы? Ну мы все. Не народ же. Мы же думали, что ты там посадишь, там отпустишь. Пять раз с Новым годом людей поздравишь и все. А ты же постоянно какую-то отсебятину несешь. Владимир Александрович. Да. Я тут изучил вашу медицинскую карту. Ну, к банковской карте у меня пока доступа нет. Слава Богу. Так вот, что мы увидели. Вы совсем не хотите пользоваться народными средствами. Да, да, да. Ну не хотите сами, дайте попользоваться другим. Так, Игорь Валерьевич, извините, мне надо идти, у меня куча... Подождите. Владимир Александрович, я слышал, у вас возникли проблемы в области Черкасс? Ну. Ну, так я могу помочь избавиться вам от этого геморроя с мэром. Интересно, как? Как? Я думаю, что ему будет достаточно одного принудительного сеанса коломоскопии. Игорь Валерьевич, что вы такое говорите? Что? А, так ты еще и плохо слышишь. Что? Владимир Александрович, давайте проверим ваш слух. Давайте. Давайте. Давайте проверим, пожалуйста. Проверим, конечно. Вы слушаете? Конечно. Давай. 48. 48. 64. 64. Отдай приват. Что? Отдай приват. Так. Все, все, все. Никто вам его не вернет, я вам уже говорил. Все, 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 все. Владимир Александрович, хочешь один раз и навсегда решить вопрос с приватбанкой? Да, желательно. Хорошо, тогда давай так, смотри. Значит, перед тобой две таблетки. Значит, синяя и синяя. Какую выберем? Вообще-то в кино была еще красная. Вообще-то в кино ты на велосипеде ездишь. Так. Игорь Валерьевич, все. Хорошо. Спасибо огромное, что вы нас посмотрели. Не переключайтесь. Сразу после нашей программы вы посмотрите новый сериал «Игорь Престолов», где в конце первого сезона у Игоря появляется четвертый паспорт на фамилию Престолов. На самоизоляции певица Алена Алена настолько поправилась, что теперь она Алена, Алена, Алена. Да, карантин действительно нанес большой удар не только по обычным украинцам, но и по звездам украинского шоу-бизнеса. Итак, представьте, первая репетиция в оперном театре после карантина. Боже мой! Сегодня такой замечательный день. Сегодня впервые после карантина открывается наш театр. И это очень великолепно и здорово, потому что скоро здесь появится наша прима. Прима-балерина Екатерина Кухар. Добрый вечер. О, добрый вечер. Вот, буфетчица уже пришла, а это значит, что скоро появится и сама Екатерина. Юрий Константинович, это же я, Екатерина. Екатерина? В смысле, в смысле, Екатерина? Да вы целая Екатеринища! Хотя нет, вы знаете, я, наверное, все-таки вас буду называть Катюша. Потому что для того, чтобы вас вынести из-за кулис на сцену, тоже 12 солдат понадобится. Катя, что это такое? Понимаете, за первую неделю карантина я набрала лишних 200 грамм. Из-за этого у меня появилось чувство вины и легкая депрессия, которую я, естественно, начала заедать. Конечно. Юрий Константинович, но вы не волнуйтесь так. Я уверена, что это можно быстренько все исправить. Боже, ты такая наивная, как Зеленский, честное слово. Ну, у тебя же была оси Наталья, а? А этого шмеля куда теперь девать? Ну, вы понимаете, что теперь из-за вас тоже будет переделать весь репертуар. Вот что теперь будет, а? Щелкунчик чипсов? Или Ромео и Жюльен? Неправда. Я и сейчас лебедя сыграть могу. Какого лебедя, Катя? Который на озере весь хлеб сожрал или что? Юрий Константинович, если вы не перестанете надо мной издеваться, я уйду от вас в другой театр. Господи, Катя, в какой? В большой? Или в большой-прибольшой? Катя, извините. Пожалуйста, ну, я вынужден вас заменить. Как заменить? Ну, так заменить. Я же у вас всегда была вишенкой на тортике. Ну, да. А теперь вы, Катя, тортик на вишенке. Катенька, да ну вы же шикарно выглядели. Ну, вы же великолепно танцевали. Ну, посмотрите, ну, ну, посмотрите. Ну, красиво же. Так я и сейчас так могу. Смотрите. А вам это ничего не напоминает? В смысле? Очень, очень смешно. Ну, ничего, ничего. Я вам сейчас докажу, что хорошей балерины должно быть много. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Ваши аплодисменты Екатерина Кухон и Александр Стоянов! Она по-прежнему прекрасна! Экспресс похудание за буквально 30 секунд! На аукционе в Италии за футболку сборной Бразилии, в которой играл Пеле, заплатили 30 тысяч долларов. Но первое место по-прежнему держит апостол церкви Возрождения Владимир Мунтиан, которому за обычную желтую футболку с надписью Возрождения отдали трехкомнатную квартиру в центре Киева. В последнее время появилось огромное количество лжерелигиозных сект с харизматичными лидерами, которые тупо выманивают деньги у граждан. Но рано или поздно все попадут на страшный суд к Богу. Что же говорить о людях, которые, по их мнению, с ним непосредственно связаны? АПЛОДИСМЕНТЫ Да! Красиво, красиво! Светло, красиво! Ну, знаете, как-то маловато, очень тесно. Будем расширяться, да. Мунтиан! Етить! Колотить! А вы чего ругаетесь, мужчины? Да, апостол Мунтиан, духовный центр вознаграждения. Вознаграждение чуть не сказал. Возрождение. Что вы на меня смотрите, не верите? Вот, пожалуйста, вот моя визитка. Аренда квартир, машины из Америки, спайсы-смеси. Переверните, там с другой стороны должно быть. Апостол Мунтиан. Вот, это я. Нет, допустим, допустим, я что-то не могу понять, подожди. Ты как вообще сюда попал, а? Как тебя апостол Петр через ворота пустил-то, а? Владимир Мирчевич, прошу прощения. Значит, золотые ворота я уже на вас переписал, они ваши. Да, спасибо. А вот по небесам возник вопросец. Пока что не до конца понимаю, в чем их измерять. Но, 120 гектар небес я уже на вас переписал. Так нормально будет? Для первого взноса нормально, сын мой. Фу, слава Богу. Ступай. Ну что вы стоите, руки скрестили? Давайте, показывайте, рассказывайте, что у вас тут как, где, ой. А с чего ты решил, что ты вообще тут будешь жить, а? В смысле? Значит, слушайте меня внимательно. Пришел ко мне Бог и говорит. Ты обалдел, что ли? Что? Да я тебе ничего не говорил. Не перебивайте, мужчины, дослушайте до конца. Пришел ко мне Бог и говорит. Жизнь – это путь для исправления первозданного греха, и только тогда этот человек исцелится, говорит мне Бог. Да я клянусь, клянусь, я тебе ничего не говорил. Я что, врать буду, что ли, или что? И во второй раз пришел ко мне Бог и говорит. Да ты посмотри на него, а? Что? Мало того, что трепло, так еще и ленивый. В смысле? Видите ли, не он ко мне, а я к нему все время прихожу. Что смешно? Да ну ладно, уже прекращайте. Что? Не, вы хорошо играете, но я вас раскусил. Это же розыгрыш, я правильно понял? Какой розыгрыш? Да, где ваши скрытые камеры, показывайте. Какие камеры, что ли? Дети с шариками, цветы, где? Выходите, я вас раскусил. Слушайте, но Бога не существует, прекратите. Если б я знал, что Бог существует, я б не делал всего того, что я делал, в конце концов. Я не верю в Бога. Понимаете, это как с наркодилерами. Если сам продаешь, то не употребляешь. Ну что, Бог есть? Есть. Конечно, есть. Хочешь, докажу? Ну. Что вы сейчас сделали? Так. Ну-ка, верните обратно, это удар ниже пояса. Ладно, ладно. Я говорю, не подмышку верните, а обратно. Все как было сделайте. Право, сделал просто. О-о-о, другое дело. О-о-о. О-о-о. Я извиняюсь. Ах. 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 Я на секундочку. Я на секунду. Я на секунду. Не переживай. Братан, я тебя очень прошу. Давай все вернем обратно. Пока не поздно. Давай все вернем. Пожалуйста. Что, что, что случилось? Что вернем? Что, что, что произошло? Я ему душу продал. Что? Ха-ха-ха. А он тебе что взамен пообещал? Ха-ха-ха. Ты будешь смеяться. Да я уже смеюсь. Что пообещал? Вечную жизнь. Ха-ха-ха. Ой, господи, делов-то, а. Ну скажи чертям, пусть они его сварят, да и все. Не могу, они ему денег должны. Как? А они просто играли в камень-ножницы-бумага. Ну? Он просто на бумагу выкидывал. А тверки своими копытцами, кроме камня, ничего выкинуть не могут. Раз, два, три проиграли, раз, два, три проиграли. Что за человек? Ой, иди вы же. Воу. А что у вас тут все такие обидчивые? Скажите. Нет, я не понимаю, Вова. Что? Ну? Слушай, ну как это у тебя получается? Что именно? Как люди на всю твою вот эту ерунду ведутся, а? Да какая разница. Как это? Давай лучше споем. В смысле? А я Бог, а я Бог, а я лучший твой друг. Так, прекрати. А я Бог, а я Бог, а я лучший твой друг. А я бог, а я бог, а я бог, а я лучший твой друг, а лоха, богом быть совсем неплохо, а лоха, да прекрати ты, а? Ну как ты это делаешь? Вот ты! Не в раю будет сказано, чертяка! Слушайте, не надо меня оскорблять, я не понимаю вообще, что вас не устраивает, я в вашу честь самый высокий храм построил, что вам не нравится? Что мне не нравится? Да! Смотри! Вот это вот что? Ты мог его на полтора метра ниже построить, а? Хожу, спотыкаюсь постоянно об него! Знаете что, я честный человек, вот вам крест! Давайте уже поселяться, я вас очень прошу, меня вид на море не интересует, устроит вид на сад! Какой сад? Какое море? Райский какой, да! Так, так, хватит нести эту чушь, давай, знаешь что, давай вот книгу твоей жизни посмотрим, а потом решим, что с тобой делать! Ну хорошо, давайте! Ну вот, ну смотри, ты ж несколько десятков лет обманывал людей! В смысле? Ну ты десятину с верующих для кого брал? Для меня? Нет, для себя! Ой, извините, интонацию перепутал! Нет, для себя! И вообще, посмотрите, вот здесь я людей от алкогольной зависимости избавляю! Ну вот от их же ты на наркотики присаживал! У каждого свои методы, Отец Небесный! Хорошо, допустим! Допустим, давай дальше! Давайте! Вот, вот это вот что? Что? Ну тут же... Что? Ну что? Ну что? Тут показывать надо! Смотри туда! Кроме Иисуса Христа! На этот вирус! Вы сломали этот вирус! Война Иисуса! Сломал этот бес! Война Иисуса! А тут я просто гоню! Ну, коронавирус в смысле гоню! Это я понял! Я не понял, ты тут вообще под чем, а? Слушайте, Отец Небесный, я вас прошу, ну как вы до сих пор-то не поняли? Бог, он же везде! Он в каждой песчинке, в каждой травинке, в каждом листике коки! Под Богом был я! Ну как тебе не стыдно? Что? Как тебе не стыдно? Ты вообще священное писание изучал? Изучал! Экспресс-курсом! Экспресс-курсом! Это как? В детстве супер-книгу смотрел, как? Поэтому давайте, Отец Небесный, пропускайте меня в рай, ибо сказано Робиком в четвертой серии, ребята, мы обязательно должны туда попасть! Никуда ты не попадешь! Тебя ждет страшный суд, ну все, ну... Ах, суд меня ждет, хорошо, хорошо, суд так суд, я буду звонить своему адвокату. Какому еще адвокату? Адвокату, данному мне Богом. Богдану я буду звонить, понятно? Да, уже я фамилию, а? Да что ж такое-то? Связи нет у вас, не ловит? Что-нибудь совсем? А, это наоборот у вас надо, я понял, сейчас вот так надо. Сейчас. Алло, Андрюха, привет! Я на небесах. Да подожди ты со своим отцепь, ну! Этот, меня ждет страшный суд, что мне делать? Ага, так. Спасибо за совет, Андрюха. Ага, это... Да, спасибо за совет, Андрюха. Все, давай, пока, на связи, давай. Мужчина, скажите, вы занимали должность судьи при Януковиче? Ну, конечно, занимал. Ну, конечно, занимал. Значит, согласно закону Украины от 2014 года, вы подвергаетесь люстрации и освобождаетесь от занимаемой должности. Поэтому, как говорится, Бог дал, Бог взял свои вещи и на выход. Да ну хватит, а. Так, все, все, Монтян, ты мне надоел. Я возвращаю тебя обратно на землю. Иди, иди. Но при одном условии, ты станешь праведным, ты искупишь все свои грехи, ты перестанешь нести эту чушь и перестанешь забирать у людей деньги. Может быть. Что? Батя, обещаю, вот все сделаю. Вот прям клянусь, может быть, постараюсь все сделать. Вот как ты просил, я все постараюсь сделать. Да как ты это делаешь, а? Прошло 30 секунд. Я знаю, что есть люди, которые могут принести, кто двадцатник, кто десятку, кто тридцатку, кто пятерку, кто трешку. Ну знаете, я так думаю, что, ну не меньше штуки баксов, я думаю, мы должны принести каждый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...